Самая большая беда, которая сейчас есть, это то, что на самом деле до сегодняшнего дня никто не понес наказание за то, что произошло. На данный момент за сепаратизм, действительно, за военные преступления, за то, что было, за вот эти смерти, за трагедию 2014 года осуждены, осуждено не так много людей, и все это какие-то, грубо говоря, стрелочники, да, то есть это мелкие сошки. А люди, которые занимались непосредственно организацией, вот они у нас есть сегодня на этих плакатах. Но вот эти товарищи, кроме там, я не знаю, может одного или двух человек, они все находятся в Украине. Более того, большая часть этих людей так и остались представителями местной власти в Донецкой и Луганской областях. Эти люди являются сепаратистами, и по каждому из них есть доказательства. Мы хотим, чтобы власть в лице президента, который может сейчас, мы все прекрасно это знаем, поднять трубку и просто позвонить тому же Грицаку в СБУ и дать соответствующий указ. Я думаю, что мы просто хотим, чтобы президент это сделал, и чтобы власть не забыла про вот этих всех людей. Вот ровно три года со дня начала АТО, и практически никто из этих людей не был наказан. И вот такая, знаете, парадоксальная ситуация происходит. Вместо того, чтобы эта действующая власть зачистить Донбасс от сепаратистов и предателей, снова с ними начинают договариваться. Есть реальные организаторы, которые пропагандировали сепаратизм, которые являются коллаборантами и которые являются предателями Украины. Сегодня люди, которые выходили с флагами Российской Федерации, выходили с флагами ЛНР, ДНР на площади, до сих пор остаются на своих должностях. Каждый раз нарываешься на то, что ты понимаешь, что здесь трибуны в Киеве, в том числе уважаемый президент, говорит о единой стране. Мы говорим о том, что боремся с сепаратизмом, мы боремся с Российской Федерацией, боремся с агентами и шпионами. А там на месте, например, сидит мэр в одном из городов, который официально на сессии Горсовета запретил увешивать украинские флаги. Очень простая ситуация состоит в том, что в 2014 году мы сдали Донецк по одной простой причине. Не потому, что там был Ахметов, не потому, что там были русские, а просто нерешительные шаги власти. Редактор субтитров А.Семкин